Привет, дорогие студенты! Я очень рада видеть вас сегодня! И начнем нашу лестницу! Ну, первое, давайте возьмем ваши учебники с вами. Давайте открываем ваши учебники на странице 57. Well, what do we see here? Что мы здесь с вами видим? А мы с вами видим Model 4. Что это означает? Раздел 4. И раздел 4 наш называется Come in and play. Приходи и играй. Что же мы с вами будем изучать в данном разделе? В данном разделе мы с вами будем изучать, наверное, какие-то игрушки, наверное, какие-то вещи. Наверное, они будут находиться у нас в нашей комнате. Ну, или же в чьей-то комнате, а? Давайте посмотрим. В этом разделе вы будете узнавать, читать и разговаривать о Ларе, Луу и Бетти, о игрушках Ларе, Луу и Бетти, и о вещах в комнате. And we will practice. И также мы будем с вами практиковаться, то есть разговаривать, да? Разговаривать о чем? Talking about toys and possessions. Мы будем с вами разговаривать о игрушках и каких-то вещах, которые нам будут принадлежать. И еще что мы будем сделать с вами, это identify things in a room. Находить вещи в комнате. Итак, ну что же. Now please open your textbooks at page 58. Давайте откроем вашу учебник на странице 58. Well, what do we see here at this page? Что же мы здесь видим, на этой страничке? Мы видим, как называется наш урок сегодня. And how does it call? И как же он называется у нас? Toys for little Betsy. Ну, ребят, давайте вспомним. Betsy – это у нас сестренка младшая Ларе и Луу, да? А что значит toys? Toys – это игрушки. Toys for little Betsy означает, что игрушки для маленькой Betsy. Или же, да, для младшей Betsy. Сперва с вами мы будем ознакомиться с новыми словами здесь. Да, мы видим с вами, что в упражнении 1 у нас есть какие-то игрушки всякие разные. Они, кстати, у нас обозначены каким-то разным цветом, да, в группы определены, в определенные. Тут у нас есть чайничек, есть слоник, а еще и есть самолетик. Ну, это же ведь, наверное, не просто так, это что-то означает. Давайте с вами будем смотреть. Кому принадлежат игрушечки или вещи, да, которые у нас находятся в чайничке? В чайничке у нас там написано слово «мама». Это значит, что вещи чьи – мамины. Ну, и, скорее всего, это… Ну, не все это игрушки, да, у нас. Только одна, может быть, игрушка, и то под вопросом, да? Так, теперь давайте в слоника посмотрим. Там что у нас за игрушки? Такие куклы есть, слоник, лошадка-качалка. Ну, и там написано у нас «Лулу». Чьи это игрушки? Это игрушки Лулу, ну, и львищи, да, Лулу. Теперь давайте посмотрим на самолетик. Там у нас в самолетика написано, что это Ларри. Значит, это игрушки, львищи Ларри у нас будут. Тут у нас самолетик, мячик футбольный и паровозик. Итак, ну что же, сперва мы будем с вами знакомиться с новыми словами. А это у нас будет музыкальная шкатулка, чайный сервиз, куколка, слоник, лошадка-качалка, самолетик, мячик и поезд. Well, first of all, let's listen and repeat. Давайте сперва с вами будем слушать и повторять. Listen and repeat. Musical box. T-set. Dull. Elephant. Rocking horse. Aeroplane. Train. Ball. И так, что же, вот мы с вами узнали, услышали и проговорили все слова из упражнения номер один. Давайте с вами поговорим, используя данные слова в нашей речи. Exercise two. Упражнение номер два. Чит-чат. Болтовня. Итак, разговаривает здесь у нас няня Шай с Ларри. Послушайте, listen to me. Who's is this musical box? It's mom's. Итак, у нас здесь появляется какое-то новое слово, и это слово whose. Слово whose на русский язык с английского переводится как чей или же чья. Поэтому как мы переведем слова няня в данном случае? Чья – это музыкальная шкатулка. Мы уже с вами знаем, что musical box – это музыкальная шкатулка. Итак, я спрашиваю, чья это музыкальная шкатулка. Ну а Ларри отвечает, it's mom's. Это мамина. Не просто это мама, да? It's mom. Нет. Он говорит, it's mom's. Вот этот вот апостров с буковкой s в конце обозначает, что это весь чья? Мамина. Это притяжательный потише, ребятки. Итак, ну что же, давайте с вами будем составлять вопросы и на них пробовать отвечать. Давайте представим, что няня Shine взяла в руки уже не музыкальную шкатулку, не musical box, а, например, слоника. И говорит, whose is this elephant? А Ларри отвечает, it's Lulu's. Он – Lulu. Так, давайте теперь няня Shine взяла в руки чайный сервиз, tea set. И спрашивает Ларри, whose is this tea set? А Ларри отвечает, it's mom's. Тогда давайте сейчас няня Shine возьмет в руки куклу, a doll, и спросит, whose is this doll? А Ларри отвечает, it's Lulu's. А Ларри отвечает, it's Lulu's. Ну и теперь давайте я вам задам вопрос. Беру, например, я в руки мяч футбольный, ball, и спрашиваю, whose is this ball? А вы мне ответите, it's Larry's. Он Ларри. Он Ларри. Теперь я давайте возьму паровозик в руки. Train. Whose is this train? Чей это паровозик? И вы мне ответите, it's Larry's. Итак, ребята, слово whose на русский язык переводится как чей. А окончание с в конце, например, it's mom's, it's Lulu's, it's Larry's, означает, что эта вещь принадлежит кому-то. Например, маме, Лулу или же Ларе. Итак, ну а сейчас давайте с вами побываем в гостях у Ларри и Лулу, а также у маленькой Бетти и посмотрим, о чем они там будут разговаривать. Ну, мы знаем уже, что они точно будут разговаривать о каких-то игрушках и о каких-то вещах, но о чем конкретно мы не знаем. Поэтому давайте сейчас, now, please, let's listen to and read. Давайте слушаем и читаем. После того, как мы послушаем, все посмотрим, мы, естественно, с вами все переведем на русский язык. OK, let's begin. Listen and read. Look at our toys, Nanny. They're little Betsy's toys now. What's this? It's a tea set. Look, this is my elephant and that's my rocking horse. Who's is this musical box? It's mom's. Listen. Oh, what's wrong? Let me see. Try again, Larry. Wow! Thank you, Nanny. Хе-хе-хе-хе-хе. Итак, вот мы с вами послушали все, посмотрели, побывали в гостях у Ларри и Лолу, и у Бетти. Давайте же вы смотрите, о чём они разговаривали На первой картиночке Лулу говорит Посмотри на наши игрушки, няня А Лария говорит Это сейчас игрушки Бэтси Ну всё, они уже ими не играют, значит, да? На второй картиночке няня Шайн спрашивает Что это? А Лула говорит Это чайный сервис И на третьей картиночке Лула говорит Смотри, это мой слоник, а вот там моя лошадка-качалка На четвёртой картиночке няня Шайн спрашивает Who is this musical box? Чья это музыкальная шкатулка? А Лария говорит It's mom's, listen, это мамина, послушай На пятой картиночке Там что-то случилось, да? Со шкатулочкой Она поломалась немножечко И Лария говорит Ой, что-то не так Что случилось? А няня Шайн говорит Ну-ка дай-ка я посмотрю И на шестой картиночке вы помните Что няня Шайн там поколдовала что-то, да? И шкатулочка подчинилась И тогда няня Шайн говорит Попробуй снова, Лария А Лула говорит Вау, спасибо, няня Ну и маленькая Бетси начинает улыбаться, смеяться и радоваться тому, что музыкальная шкатулочка очень красиво играет Так, давайте с вами посмотрим в упражнение номер четыре Что в упражнении четыре у нас происходит? В упражнении четыре нам говорят Прочитать Снова Read again Ну, снова мы читать не будем А вы можете, если хотите, да? Отдельно, самостоятельно And answer А затем Ответьте И у нас такой вопрос Whose are Lulu and Larry's toys now? Кому переведём такой вопрос на русский язык? Whose мы знаем это Чьи, чья, чьё, чьи Лулу и Ларри's toys Игрушки Лулу и Ларри сейчас Чьи сейчас Игрушки Лулу и Ларри Давайте с вами вспоминать Ларри в самом начале у нас мультика сказал Для меня Мишаин сказал Что Эти игрушки сейчас чьи? Бэти Маленькая Бэти There are little Betsy's toys now Вот это и ответ на наш вопрос Whose are Lulu and Larry's toys now? Чьи игрушки сейчас Лулу и Ларри? There are little Betsy's toys now Итак, ребята Ну а сейчас мы поработаем с вами В ваших сборниках упражнений То есть я сейчас вам объясню Что вы сделаете дома Домашним заданием у вас будет Выполнить в сборниках упражнений На странице 52 Упражнение 1 и упражнение 2 Слова, которые у нас в упражнении 1 И упражнение 2 Обязательно нужно нам выучить Потому что мы с ними будем и дальше работать Итак Ну что же Сегодня мы с вами познакомились с новыми словами Такими как Музикал бокс Ти-сет Дол Элефант Роккин хоз Эрплейн Бол Трейн Также мы с вами узнали Как переводится на русский язык Слово Who's Чей Чьё Чья И научились говорить Чья это вещь It's mom's It's Lulu's It's Larry's И так далее Побывали в гостях у Лулу, Ларри и Бетти Посмотрели на игрушки Их которые сейчас стали уже игрушками Бетти И увидели как няня Шайн починила музыкальную шкатулку мамину И так Ну что же Я жду Выполненные ваши упражнения Один и два Со страниц Пятьдесят два В сборнике упражнений And our lesson today is over Goodbye Thank you